Здравствуйте! В эфире программа «Городские встречи». У нас в гостях доктор медицинских наук, профессор кафедры психиатрии Рязанского государственного медицинского университета Алексей Меринов. Здравствуйте, Алексей Владимирович! Добрый день! Ну, 10 дней праздников уже позади, отдыхать было очень здорово, нужно возвращаться в рабочий ритм. Вот с точки зрения медицины, почему это тяжело сделать нашему организму? Есть ли здесь какие-то нюансы? Вот если честно, с точки зрения медицины, я проблем-то как раз никаких не вижу. Тут проблема скорее в том, как мы отдыхаем. Если существует такая форма отдыха, после которой нужно ещё отдых, или период адаптации, у меня лично есть какие-то вопросы к такому варианту отдыха. Поэтому давайте мы будем как бы разделять разное времяпрепровождение, которым увлечённо россияне эти 10 дней пользовались. Чисто формально, то есть человек отдохнул, зимние или рождественские каникулы, то я считаю, это только плюс, это только хорошие, приятные моменты у людей были. И человек должен был действительно отдохнуть душой и телом. И если его работа ему не опостылила, ну тогда вопрос уже к работе, то на эту работу он должен выйти отдохнувший, с новыми планами, на Новый год, рабочими, профессиональными. Я здесь какой-то особенной проблемы-то не вижу. То есть эта проблема, она больше высосана из пальца и транслирована в интернете в виде различных мемов и различных высказываний. То есть нам внушают, да? Ну мы сами себя внушаем. То есть, знаете, вот перефразирую, мне очень нравится такая фраза, я часть той силы, что вечно ноет. Вот. Оно и мы везде. То есть есть люди, которые, я прекрасно знаю этих людей, которые уже на второй день праздников уже собирались выходить на работу. Они говорят, что им много слишком дней, и кто это придумал. Были другие люди, которые не хотели и после 10 дней выходить. Да, я их тоже понимаю. Я еще бы, честно говоря, пару-тройку дней бы прихватил бы с огромным удовольствием. Но могу сказать точно, что на работу-то я вышел с преогромным удовольствием и с ощущением того, что я отдохнул. То есть нужно ставить перед собой какие-то новые цели, да? Новый год, новые горизонты. Ну разумеется. Какое-то предвкушение должно быть от работы. Разумеется. Я не знаю, как для кого, но для многих, и для меня в частности. Мы заглядываем назад и смотрим, что мы свершили в этом году. Что произошло, чего мы достигли. Мы подводим какие-то итоги. Ну а раз мы итоги подвели, то, соответственно, Дед Мороз нам дал с правительством, с нашими вот эти 10 дней для того, чтобы подумать дальше-то, что в нашей жизни, да? Какие свершения, какие точки достижения, куда мы дальше будем идти, да? То есть, наверное, если я 10 дней, ну уж извините за мой французский, пил шампанское, да, и не мог там, или чего похуже, и открыл глаз и вдруг узнал, что уже 9-е, да, это было действительно ужасно, трагедия, удар, потому что я не помню ни 1-е, ни 2-е, ни 3-е, ни 4-е. А если человек как бы достойно встретил праздник, затем как-то активно или неактивно, кто как, кому-то надо было полежать, они полежали, кому-то надо куда-то было поехать, они поехали, кому надо было на Эверест залезть, они залезли, спустились, да? Да, и вот сейчас наступил такой момент, там, день-два, да, когда вы уже понимаете, что случится вам выйти на работу, вот тогда мы начинаем планировать. И, наверное, каждый из нас подумал, что в этом году еще раз, ну, как бы из-за того, что он загадал под бой курантов, да, что должно существиться, что надо поменять. По-моему, это здорово, наоборот, то есть, и в работу вы выходите, ну, я вот, честно говоря, посмотрел на людей, которые вышли на работу, я, честно говоря, не видел ни одного человека, который вот такой вот угрюмый, работа ужасная, нормально все вышли, нормально все вышли. Больше того, я люблю такой принцип, то есть, вот вы собираетесь на работу, у вас были выходные и так далее, да, работать не охотно. То есть, вы берете, ну, не знаю, журнал Forbes, смотрите там 100 самых богатых людей, ищите там свою фамилию, не находите, идете работать дальше, что же здесь плохого? А если говорить об особенностях отдыха, да, вот, что помогает человеку действительно отдыхать и не чувствовать себя уставшим после вот таких выходных дней? А здесь я вам отвечу так, сколько людей, столько вариантов. То есть, и человеку, которому надо полежать и отлежаться эти 7 дней, и тащить его в горы или на лыжню, наверное, это бессмысленно. Человек отдыхает вот так. Для другого человека он один день полежал, или, может, и его не полежал, да, и отправился на лыжах кататься, еще куда-то путешествовать. Это его вариант. Главное, чтобы в конце вот этих вот дней, которые у нас праздничные, да, у меня не было ощущения того, что мне надо еще неделю брать за свой счет для того, чтобы прийти в себя. Вот это действительно. Поэтому как бы готового рецепта ему не существует. У каждого что-то свое. То, что ему дарит покой кому-то, кому-то вот это вот ощущение познания чего-то нового, каких-то новых стран, новых знакомств. Тут нет готовых рецептов, да и не надо, и здесь никакой необходимости в них нет. Есть какая-то вот формула, не знаю, что нужно хотя бы раз в неделю заниматься спортом. То есть вот какие-то такие вещи... Я считаю, что не раз в неделю, а несколько раз в неделю надо заниматься спортом. Здесь ситуация какая? То есть опять же, вот это еще как бы одна плоскость, про которую не хотелось бы в нее уходить. Все хорошо в меру. Мы это прекрасно понимаем. Есть масса вещей, которые при, ну скажем так, адекватном использовании, это все хорошо. То есть если спорт становится чем-то там фанатичным, и если ты с утра себя заставляешь идти в спортзал, положив, извините, язык на плечо, ну не факт, что это хорошо. И сейчас мы все больше говорим о нехимических зависимостях, в том числе и зависимости от фитнеса, зависимости от спортзала. То есть это что-то, что нужно тонизировать. Это что-то, что вы должны ощущать как нечто положительное. А не то, что вы себя там чем-то там разбили, убили, и потом вы смотрите, и вроде бы ничего. Поэтому в отношении сколько, чего и как, это опять же вещи очень индивидуальные. Главное, чтобы это приносило удовольствие. Если вы занимаетесь тем же, не знаю, спортом в нормальных каких-то определенных рамках, это приносит вам гормон удовольствия, хорошего настроения. Мы знаем, что это нативный антидепрессант, который иногда позволяет в ряде случаев не перейти к приупотреблению лекарств. Но если человек истошный, из последних сил что-то делает, и ты видишь человека, который по этой беговой дорожке непонятно куда бежит, вопрос возникает у меня, конечно, как специалиста. Нужно ли ставить цели такие, которых ты не сможешь достичь? То есть для которых понадобится чуть больше, чем ты можешь, например, сейчас? Я считаю, что цели такие надо ставить, потому что чуть-чуть позитивного безумия, чуть-чуть авантюристичности, оно всегда немножко заставляет думать что-ли по-другому, стремиться по-другому. То есть всегда чуть-чуть больше. Это как в том же спорте, про который вы сказали. То есть не обязательно сильно много. Но чуть-чуть какие-то шажки, они должны быть для вас осязаемы, понятны, что вы их можете сделать. Я всегда ставлю, ну не то чтобы сверхцели, но какие-то цели, которые просто так они могут не получиться. Ну уж поверьте, мне это касается, может быть, науки, может быть, касается моей работы, профессиональной деятельности. То, что касается моего дома, моих детей, я ставлю цели очень приземленные, обычные, нормальные. И никого не пытаюсь ими изнасиловать и причинить какой-то дискомфорт другим людям. Как помочь своему организму? Может быть, настроить себя морально, физически на какие-то новые цели, новые достижения, новую работу? Очень всё просто. Нам дали 10 дней отдыха. Отдохнули? Вперёд! Это более чем достаточно. То есть перегруппироваться. То есть чем я люблю такие вот, ну и всё-таки мне вот идея рождественских каникул, она мне, в принципе, очень сильно импонирует. Почему? Всё-таки 2-3 дня – это маленький отдых. Неделя тоже как-то маловато. 10 дней, ну, наверное, это какой-то с точки зрения психогиены, это какой-то более или менее такой нормальный период для того, чтобы войти в отдых, и из него можно как бы спокойно, комфортно выйти. То есть и в середине действительно вот лежать и думать, знать, что как бы вот у тебя, тебе не надо сейчас срываться и куда-то лететь на работу, но если ты, конечно, не работаешь там, ну, врачом, например, всё равно будешь дежурить и все новогодние праздники. Ну, а если у тебя такой необходимости нет, то, по крайней мере, как-то перегруппироваться и собраться с мыслями, и понять, что-то выбросить, кого-то выбросить, возможно, из жизни, да, для того, чтобы дальше пойти уже без вот этих черепков прошлого года, без этого рюкзака с разбитыми всевозможными там какими-то глиняными непонятными фрагментами. То есть взять и посмотреть, надо оно тебе или не надо, и дальше уже идти. Если говорить о... в новогодние праздники мы привыкли перебарщивать, да, у нас всё такое немножко в гиперформу приходит. Вы про оливье. И оливье, и шоколад, и шампанского, и всего хочется много. Вы пока-то живёте. Если спортом заниматься, то прям, ух, давайте все 10 дней там слышно не выходить, и мы как-то всё время перебарщиваем. Вот, как бы пустили нас в свободное творчество. Не все знают, как его правильно применить. Вот как здесь грамотно поставить себе, может быть, как-то успокоить свой организм, свои амбиции, чтобы не перестараться? Знаете, вот когда мне вот задают этот вопрос по поводу того, что на Новый год я буду очень много есть, наберу обязательно лишние килограммы, а потом я буду стоически, героически ходить в тренажёрный зал или там по 20 километров с палками где-то там шагать, я всегда, вот у меня как у психиатра возникает вопрос, где логика этого? То есть, если я знаю, что через 10 дней, если я что-то сделаю, мне будет как-то не комильфоний очень хорошо, но, наверное, я всё это смогу как бы распределить это более или менее разумно. Я не про лыжи сейчас, а я про еду, про, допустим, алкоголь. То есть, как люди там набросились, и вот сейчас все как-то впечатлили. Сегодня одни родственники приехали, завтра другие, послезавтра третьи, потом друзья пришли в гости. Хорошо, но каждый раз, вы хотите сказать, что каждый раз перед вами ставят вот этот вот таз минимального достижения, салат, селёдка под шубой и всё прочее, и вам это обязательно надо съесть. Ну, как принято встречать гостей и столом накрыто. Нет, принято, хорошо, встречать-то принято, но никто же вам не говорит, что вот вы из голодного города приехали, вот поешьте наконец. То есть, вы же сами регулируете, сколько вы хотите съесть, выпить или ещё. Это то же самое касается, да, то есть, когда человек приезжает, у меня, ну, такое немножко лирическое отступление, да, все мы знаем, допустим, гольф, да, то есть, вот в своё время я одному клиенту сказал, что, говорю, вот, вы знаете, вам надо как-то отвлечься от вашей финансово-экономической деятельности, и чем-нибудь вот прям без каких-то нагрузок, да, и он поехал, и говорит, да это ещё хуже, потому что он поехал куда-то в Турцию играть в гольф, но люди играют в гольф, допустим, там 2-3 часа, а он, я не знаю, сколько там конкретно лунок он прошёл, но когда у него там показало 40 километров, что он, я говорю, ну, это вот как работаем, так и отдыхаем. То есть, ну, разумеется, такой отдых, он не совсем, скажем так, отдыхающий. Никто не заставляет нас это есть, а когда мы говорим про шоколадки, про вот это вот враство конфет из детских подарков, да, и вот эту последнюю шоколадку, которую я вижу в своей жизни, ну, ребят, ну, то есть, так у меня складывается впечатление, опять же говорю, как у специалиста, то, что вот мы так тяжело жили предыдущий год, вот там, держались, да, и вот нам дали эти 10 дней, а полный ваканалий, вот, делай, что хочешь, да, законов никаких нет, делай там, всё, хочешь есть, там, бесконечно много кушай, да, и хочешь там пить-то пей. Вот это какая-то определённая умеренность, да, она не то, что с годами приходит, она вообще, как бы, ну, это вопрос не то, что самосохранения, но и как бы дальнейшего своего самочувствия. Когда люди начинают говорить, что они сейчас теперь оливье выгоняют в спортзале, зачем вы стук съели? Если подводить небольшие итоги, вот какие, может быть, три... Давайте большие будем подводить. Давайте, давайте пять тогда небольших советов. Давайте 10, как заповеди. Давайте 10 заповедей, вот, что нужно сделать, чтобы комфортно чувствовать себя в Новом году. Мы сами себя всегда программируем, давайте с этого начнём, да. Как в своё время сказал капитан Врунгель, как вы яхту назовёте, так она и поплывёт. Да, и была победа, стала беда. То есть, если человек сидит, вот опять вот это будет тяжёлый год, и вот мы никак его переживём, ну, как мы его так будем переживать, да. То есть, та бодрость, тот оптимизм, который в нас есть, мы во многом его творцы сами. То есть, он в нас внутри. Если мы про это забываем, ну, увы, ах. Тогда мы приходим на работу, как в садик 9-го числа. То есть, принцип похода в садик, пришёл в группу, поплакал, 2 часа родители забрали. Но с родителями уже не заберут, но взрослые. Вот, поэтому это адекватное к себе отношение. Надо к себе относиться хорошо и любить себя обязательно. Меня иногда за это ругают, но что в этом плохого? То есть, человек нормально, адекватно должен относиться к себе. Я не говорю про эгоизм, я не говорю про какой-то там эгоцентризм. Я говорю про адекватное отношение к себе. То есть, вы у себя есть, да, и в этом году вы тоже у себя есть, и этим надо воспользоваться. Окружать себя чем-то положительным, людьми, эмоциями, впечатлениями, что-то планировать. Не откладывать это на потом, говоря словами, после того, как я сейчас проживу этот месяц, вот в феврале-то я точно вот будет что-то. А что будет в феврале? Следующий, там, 28, там, ничего другого-то не будет. Не перегружать себя. То есть, понимать, что засуетить эту жизнь мы можем в самое простое. То есть, тогда, когда продыха никакого не будет, и каждый вечер вы будете дома, просто вот смотреть тупо в стенку, да, и думать, вот день прожит, и пф, да, и утром мы проснулись, и как вот когда вот в киноаппарате застряла пленка, вот это один кадр похоже, да. День сурка. Да, 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 больше общаться с людьми, больше проводить времени с детьми, да, заниматься, вспомнить про те хуби, которые у вас были, в конце концов. Когда-то вы мечтали, вы фантазировали, у вас это все было, да. Почему не помечтать, как провести отпуск, подумать, что бы вы, как бы, хотели бы увидеть, какие бы новые впечатления хотели получить. Почему не это? Наверное, может быть, там, сходить в тренажерный зал, там, или еще что-то. Что-то, кому-то в гараж и покопаться с железками. То есть, это каждый для себя. То есть, мы должны выделять какое-то время в этом году на то, что приносит нам удовольствие. И не забывать про себя. И не забывать про наших близких. Спасибо вам большое за увлекательные советы. Нашим зрителям я напомню, что в гостях у нас был Алексей Меринов. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова